Как известно, наша страна стала первооткрывателем космического пространства. Космос по-прежнему в центре внимания российской науки. Для развития этого направления нужны новые молодые специалисты и заинтересовывать будущих космических исследователей лучше уже со школьной скамьи. Роскосмос вместе со своими партнерами проводит цикл проектных уроков с использованием Международной космической станции. Благодаря инициативе коллектива Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани в одном из таких уроков удалось принять участие славянским школьникам. Ребята, которые интересуются этой темой, были приглашены в первый лицей, где и состоялся этот необычный урок. Послушаем, что нам скажут космонавты с МКС. Вот, нам с вами повезет. И вот обратите внимание, что всего несколько школ города, да, вот Подольск, Москва, Царатов, и мы с вами будем на связи с космонавтами, будем принимать участие в таком замечательном событии, потому что именно вот эти организации вошли во всероссийский инновационный проект Роскосмоса «Стратосферный спутник». В ходе космического урока ребятам рассказали об отечественных достижениях в науке и технике, истории освоения космоса, об опытах и экспериментах на земной орбите, о действии законов природы в условиях невесомости. Заместитель директора по инновационной работе Центра дополнительного образования Сергей Неделько объяснил ребятам, какие специальности, связанные с космосом, сейчас востребованы. Я стремлюсь, чтобы у наших детей были все возможности, то есть жить полноценной жизнью, то есть заниматься любимой, так сказать, работой, трудом, полезным людям. Для этого надо получать знания, учиться, и я пытаюсь им организовать такую среду, то есть состыковывать с интересными, умными людьми, с образованными людьми, предоставлять возможности для образования, для делания чего-то полезного, так сказать, руками. То есть на базе Центра дополнительного образования мы как раз сейчас реализуем космические программы. Совместно с экспертами и тремя космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции, в прямом эфире учащиеся обсудили особенности работы космонавтов, смогли задать им ряд вопросов. Такое общение, конечно, незабываемо. Это у меня впервые в жизни, так, общение с космонавтами. И на самом деле я очень люблю технику, и я с детства ей интересуюсь. И вот уже три месяца я хожу к Сергею Александровичу на кружок. И когда я узнала, что будет связь с космонавтами, и нам еще побольше расскажут про космос, я сразу же полетела сюда на эту встречу. И на самом деле мне очень понравилось. Я узнала много для себя новых вещей. Мне было очень интересно посмотреть, как будут космонавты разговаривать с нами в прямом эфире. И было очень интересно наблюдать, как другие школы разговаривают с ними. Мне все это интересно, потому что я стараюсь связать свою жизнь с космосом. Это достаточно интересно, и меня это очень привлекло еще с самого детства. Это моя, как сказать, цель – посетить космос, там, побыть. Одаренные славянские ребята уже сейчас задумываются о своей будущей профессии, связанной с изучением космоса. И это движение к мечте вполне может начаться с такого вот космического урока. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».